На этих кадрах оккупанты под радостные крики толпы едут в Украине убивать и насиловать. А потом будут говорить, мол, это Путин один виноват, а не простые россияне. Это Путин насиловал в Буче. Это Путин запустил ракету по мирным гражданам в Краматорске. Многие россияне очень любят армию РФ, сидя в растянутой майке-алкоголичке с бутылкой пива перед зомбоящиком. Но почему-то, когда дело доходит до реальной службы, особенно до мобилизации, ситуация меняется в корне. Согласно опросам, почти 75% граждан России считают, что каждый настоящий мужчина должен отслужить. Не служил, не мужик. При этом масса юношей делает все мыслимое и немыслимое, чтобы откосить от армии. Ситуация еще больше усугубилась после начала так называемой военной спецоперации России в Украине. Совет всем тем военнослужащим, которые всегда хотят, или пойти на сафари, убивать украинцев. Одумайтесь, не ведитесь на пропаганду российских СМИ. Не нужно этого делать. Лучше пойти, не знаю, отсидеть в тюрьме, я считаю, чем заниматься страшными вещами, которые я здесь увидел. Теперь от службы в российской армии пытаются откосить не только призывники, но мобилизованные и те, кто уже навоевался в Украине. Для армии, которая атакует, она должна превалировать числом. Но это не было понятно изначально российским военным стратегам, генералам. Они рассчитывали на то, что здесь вообще с ними никто воевать не будет. Потому что по-другому объяснить, на что они рассчитывали, отправляя такое количество войск, и планируя захватить чуть ли не всю Украину. Но тут непонятно. Поэтому они несут потери. Ну, разные оценки есть. Есть оценки от Пентагона и от наших западных партнеров, что как минимум 20% нанесен ущерб. Мы склоняемся к тому, и уже есть определенные источники, которые говорят, что практически одна треть личного состава и тех батальонно-тактических групп, которые были направлены воевать против Украины, они фактически потеряли свою боеспособность. Потери российской армии в живой силе в Украине огромные. На 48-й день войны цифра приблизилась к 20 тысячам. Тем временем в Минобороны России об убитых стоически молчат. Лишь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что потери российских войск значительные. Хотя это не заставит Путина отказаться от планов завоевать Украину. Ему нужно свежее русское мясо на фронт. Поэтому для реализации этих планов необходимо, во-первых, восполнение тех потерь, существенных, которые они понесли. Во-вторых, необходимо пополнение солдатами и офицерами, у которых есть специальности. Не просто, скажем так, пехотой, то есть тех, кто способен держать автоматы и все, и в этом вся задача. А специальности танкистов, артиллеристов, других, которых они потеряли. Это тоже важный момент, поскольку если мы посмотрим на количество техники, оно у них еще есть. А вот людей, которые могут управлять и, скажем так, правильно использовать по назначению эту технику, не хватает. Несмотря на то, что большинство россиян поддерживают войну против Украины, об этом свидетельствуют как опросы государственных центров изучения общественного мнения, так и независимых социологов, желающих погибнуть в Украине с каждым днем войны, все меньше. Пока еще в российском обществе не понимают, что происходит. Они не до конца не понимают, что Путин, Путинский режим уже просто разваливается. Это просто, сейчас происходит крах этого режима. Из последних возможностей Путин и его товарищи бросают в топку все, что у них есть. Пользуясь тем, что россияне пока не до конца понимают. Они, россияне, затуманены милитаристским угаром, затуманены вот этой ситуацией, когда они не могут понять, что происходит. Великая Россия, которой им пичкали 20 лет, то, что они самые великие, что украинцы это вообще какая-то непонятная там, ну это даже не люди, это что-то такое, которых нужно просто уничтожить. Большинство россиян так на самом деле и думает, к сожалению. Но сейчас происходит критическая точка невозврата путинского режима. Сколько резервистов реально удастся привлечь России? Какое обучение они будут проходить, если вообще будут? И где именно задействуют такое подкрепление, пока не ясно. Многие эксперты считают, скорее всего, Россия уже исчерпала запас наиболее эффективных резервистов. Самых молодых и подготовленных. В случае новой партии речь идет о людях постарше, которые вряд ли сохранили навыки со времен военной службы. Чтобы обучить, нужны месяцы. Но маловероятно, что кто-то будет заниматься этим в спешке. Поэтому пользы от примерно 200 тысяч призывников и резервистов, которых сейчас пытаются мобилизировать в России, немного. Они сейчас идут, ну скажем так, у них два этапа в России. Первое, это то, что пытаются привлечь всех так называемых добровольцев. Потом они пытаются привлечь по линии Барса. Барс это такая структура резервистов, где проходят службу резервисты по контракту. Они пытаются привлечь через эту организацию и отправлять на войну против Украины. Также они, я не знаю, кого еще, кто там еще остался, но до сих пор проводят мобилизационные мероприятия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, увеличив там призывной возраст уже до 65 лет. Ну, честно говоря, не знаю, кто там реально, кто там еще живет, кто там еще не, кого еще не мобилизовали, кто еще не воевал там. Ну, в общем, они эти мероприятия проводят. Для пополнения боевого резерва армии РФ прибегли к новым формам скрытой мобилизации. Прокуратура России целенаправленно ищет людей, которые имеют проблемы с выплатой кредитов, уплатой алиментов и других задолженностей. За службу в армии должникам обещают освобождение от кредитов. Это уже назвали русской версией игры в кальмары, когда набирают людей с огромными долгами для того, чтобы умереть за деньги. Из-за нехватки солдатского мяса в России теперь в армию завлекают даже мигрантов из Средней Азии, в частности, из Киргизии. Примечательно, что возвращаться воевать отказываются и те российские солдаты, которые уже побывали в Украине. Даже жалуются родным, мол, надоело сидеть и наблюдать, как по ним лупят. Не хотят больше быть фаршем. Трусы, какой пример вы подаете, как вы будете воспитывать своих детей, как вы будете смотреть в глаза своим родителям, матерям. Про наш полк, говорю, слагают легенды о том, что смертный полк, говорю, потому что по количеству потерь он всех превзошел. Нас от силы из, наверное, человек 150, где такие, как я, человек 130, как не больше. За помощью к правозащитникам уже обратились российские военнослужащие и росгвардейцы из 17 городов. По словам адвокатов, за отказ воевать на них давят, угрожают уголовными делами. Есть несколько причин, почему они отказываются. Первое – это то, что, как правило, в первую очередь приходят мобилизационные распоряжения и пытаются отправлять воевать из тех частей, откуда, ну, где уже фиксируются потери. То есть, так называемые ротационные мероприятия. Если фиксируются потери, естественно, об этих потерях становится известно коллегам военнослужащим, которые служили и проходили вместе службу. Они же получают информацию не только из телевизора, где им рассказывают, что на самом деле все хорошо, ничему не верьте. Они видят реальную картину, потому что общаются со своими коллегами, товарищами, которые поехали на войну, и они понимают, что происходит. Поэтому они переживают за свою жизнь. Они видят, какие потери несет российская армия. Ну, и они не хотят возвращаться, либо даже не возвращаться, покойниками, либо с увечьями, ранами, и так далее, либо бесконечности, и как мы это видели во время награждения заместителя министра обороны, который приходил в госпиталь к российским солдатам, и все они фактически были без ног. В Псковской области число отказавшихся ехать воевать в Украину уже выросло до ста человек. Часть из них уже успела побывать на территории Украины. А остальные же принимают решение не ехать, узнав об опыте сослуживцев. Так как вот та изначальная информация о обучениях, о чем-то другом, о том, что там с продовольствием проблемы, с горючими смазочными материалами проблемы, я так понимаю, что у многих не возникло желания второй раз ехать в эту командировку. Это нормальные люди, которые не хотят идти воевать на непонятную войну в непонятных условиях, в непонятной армии. Часть военнослужащих, которые отказываются ехать воевать в Украину, официально не хотят увольнять со службы. Они пишут рапорты, но их просто не подписывают. Информации о заведенных уголовных делах на военных пока нет. Но известно, что им поступают угрозы от руководства воинских частей. Что касается Хакасского СОБРа, семеро было раненых, один пропал без вести, а вот погибших они не знают сколько. То есть они, ну, они говорили, что погибших были точно, но некуда было считать, потому что уничтожали колонну на мосту, значит, и там, ну, спастись им надо было там, ну, не до того, что пересчитывать. Даже в оккупированном России и Крыму 80 российских срочников и контрактников из числа морских пехотинцев также отказались принимать участие в войне против Украины. Пока отказников немного. Счет идет на сотни, но скоро их будут тысячи. Главное, чтобы такие люди, они просто, не просто где-то молчали или только прятались, а чтобы они пытались объединяться в какие-то сообщества, в какие-то советы офицеров, там, солдат и так далее, и пробовали вот таким вот коллективным, скажем так, коллективно, пробовали начинать давить сначала на военное командование, а потом и на власть. Вот в этом был бы очень хороший и правильный эффект, скажем так, их действий не просто отказаться, но еще и попробовать помешать ведению этой российской агрессии против Украины. Тем временем родственники российских оккупантов уже прикидывают, сколько получат за смерть пока живых мужей и даже сыновей на войне. По телевизору-то все отлично, типа, все, кто возвращается, ветеранку получают, ну, плюс там это, ну, как денежные за каждый день. Три за ранения. Он говорил по новостям, Путин. Три миллиона и похороны плачут. Только российские жены и матери пока еще не понимают, что и с выплатами будут проблемы. Солдаты уже не получают обещанные деньги за участие в войне против Украины. Объяснение простое, мол, оплата таких расходов в бюджете РФ никак не предусмотрена. А ввиду плачевного состояния российской экономики из-за санкций. Дополнительных средств в бюджете найти невозможно. Даже бойцам российских частных военных компаний стали задерживать зарплаты. Следовательно, наемники отказываются дальше ехать в Украину. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях. Компенсации за ранения и обещанные социальные гарантии. Путинской России пора бы признать, резервов для войны нет и, возможно, таки понадобится объявлять либо всеобщую мобилизацию, или же открыто отправлять на войну против Украины срочников. На территории России сейчас идет призов на срочную службу, но, опять же таки, скажем так, не думаю, что пока что будет кто-то бросать срочников, ну, хотя бы потому, что элементарно необходимо время, чтобы они приняли присягу, чтобы они прошли хоть малейшее обучение, чтобы были готовы там к отправке и так далее. Хотя не исключено, на самом деле, что определенные подразделения срочников со временем тоже могут появиться где-то на Донбассе или, как минимум, в Белгородской области выполнять какие-то поддерживающие функции. Всеобщая мобилизация, возможно, и позволила бы Путину переломить ход войны. Но воевать за Путина россияне не хотят. Генералы будут, они спасают свою шкуру, им все равно, сколько там погибнет этих русских солдат, 100 тысяч, 200 тысяч, это никакой разницы не имеет, потому что они понимают, следующим этапом будет полный крах. И они понимают, что летом и Путину может быть крах из-за этого, потому что русские начнут понимать, что происходит. Они поймут, что на самом деле их тянули вообще в непонятную ситуацию из-за каких-то нездоровых амбиций одного человека. Путин не отказывается от идей полного уничтожения Украины. Он хочет парад так называемой победы на 9 мая. Российский диктатор под давлением. И сейчас ему необходимо одержать хоть какую-нибудь победу. Пусть даже за счет десятков тысяч жизней российских граждан. Вот только не ясно, с какими войсками и техникой будет воевать Россия. И тем более проводить военный парад. И вообще, кто проводит парад позора и поражения? Слава Украине!